Девять человек, это граждане Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистане, задержали в Европе по подозрению в терроризме. В Бишкеке, Астане, полдень. Меня зовут Камила Валиева. Здравствуйте. В Европе задержали девятерых выходцев из стран Центральной Азии. Всех их подозревают в терроризме. Семерых из них арестовали в Германии, еще двоих в Нидерландах. Это кыргызстанка и таджикистанец. Их личности правоохранители не раскрывают. В Генпрокуратуре Германии сообщили, что задержанные поддерживали контакты с группировкой «Исламское государство». Как пишет радио Озуди, силовики выяснили, что у задержанных не было четкого плана по совершению теракта. В Генпрокуратуре уточнили, что из семи задержанных пятеро граждан Таджикистана, один кыргызстанец и один выходец из Туркменистана. Всех их арестовали на западе страны. В надзорном органе предполагают, что подозреваемые могли попасть в Германию с территории Украины в прошлом году. Силовики сообщили, что задержанные знакомы между собой и имеют общие радикальные взгляды. Как показали сегодняшние аресты, угроза исламистского террора остается очень высокой. Сегодня снова речь зашла о подготовке теракта и финансировании терроризма. Наша цель как можно раньше исчерпать финансы террористических организаций, поэтому я очень рада, что нам удалось арестовать подозреваемых. Заморозка активов Российско-Кыргызского фонда развития в Европе не связана напрямую с работой организации. Об этом сообщил председатель правления Артем Новиков. По его словам, фонд продолжает свою деятельность и выполняет все обязательства в полном объеме. Ранее ряд СМИ сообщал, что в бельгийском депозитарии застряли 163 миллиона долларов из активов фонда. Их заморозили еще в прошлом году в рамках пакета санкций в отношении России. В конце июня правительственная делегация Кыргызстана с участием нескольких министров ездила в Брюссель на переговоры с Евросоюзом по разблокировке этой суммы. Издание «Кактус Медиа» пишет, что чиновники уверяли западных партнеров, что эти деньги в случае разморозки пойдут на инфраструктурные проекты для Кыргызстана. Министр экономики Даниэр Аман Гильдеев заявлял СМИ, что решение по делу пока не принято. Ситуацию накануне впервые прокомментировали в руководстве фонда. Она связана с деятельностью национального расчетного депозитария в европейских странах, который обеспечивал осуществление транзакционных операций по казначейскому портфелю фонда. Такая ситуация складывается у многих финансовых институтов, в том числе и международных организаций, и усложняется тем, что на текущий момент отсутствует какой-либо единый универсальный или утвержденный механизм по разрешению возникших вопросов. Новиков также добавил, что в этом году фонд профинансировал проекты в Кыргызстане на 57 миллионов долларов и одобрил заявки от бизнесменов еще на 100 миллионов. Эти деньги, по его словам, пойдут на новые инвестиционные проекты, которые существуют, несмотря на разные внештатные ситуации. В Кыргызстане сотрудники Госкомитета нацбезопасности задержали сторонников оппозиционного депутата Адахана Мадумарова. Членов политической партии Бутын-Кыргызстан подозревают в подготовке беспорядков. В ГКНБ сообщили, что провели обыски в домах 10 активных членов партии. Силовики заявили, что обнаружили партийные материалы, в которых, по их словам, содержатся призывы к массовым беспорядкам и захвату власти. Двоих задержанных сотрудники ГКНБ назвали самыми активными сторонниками партии Бутын-Кыргызстан и водворили в изолятор временного содержания. По нашей информации, ранее наших ребят уже вызывали на допрос. Мы об этом тогда не говорили. Несколько человек вызывали. Среди них были и женщины, которых вызывали в ГКНБ и в МВД. К вечеру и меня могут задержать. Лидер партии депутат Адахан Мадумаров назвал задержание своих сторонникам политическим преследованием. Ранее в отношении самого Мадумарова было возбуждено уголовное дело и парламент дал согласие на привлечение его к уголовной ответственности за предписание протокола кыргызско-таджикской границе в 2009 году. Жители Нидерландов собрали более 2000 евро в помощь покалеченному в армии таджикистанскому солдату Бабаджону Рахимову. Из-за побоев мужчина стал инвалидом. Европейцы узнали о нем из фильма голландского телеканала, посвященному жизни народов стран Центральной Азии. Бабаджону Рахимову 23 года. Шесть лет назад его призывали в армию, несмотря на то, что он был единственным кормильцем в семье. В войсковой части молодой человек провел всего месяц. Во время службы старослужащий ударил его в область сердца, в результате чего Бабаджон получил позвоночно-спинномозговую травму. Я чувствовал, как с каждым часом мое тело немело. Меня отвезли к врачу, а на утро я вообще не мог пошевелиться. Я провел в больнице четверо суток. Ни рук, ни ног я не чувствовал, а вся спина стала черной. Меня прооперировали, но мое состояние не улучшалось, а наоборот, ухудшалось день от дня. Я пролежал в больнице четыре месяца и все. Потом сказали, что ничего нельзя поделать. Тогда в МВД Таджикистана заявили, что рядовой Рахимов во время занятия воинской части якобы сам упал и потерял сознание. Однако пострадавший опровергает версию силовиков. По его словам, именно удар кулаком в область сердца привел его к инвалидности. Бабаджон Рахимов говорит, что он вначале никуда не жаловался, так как надеялся, что его вылечат за счет государства, но теперь жалеет об этом. После этой трагедии Бабаджону помогли юристы Офиса гражданских свобод, общественной организации, которая защищает права военнослужащих и призывников. Офис до сих пор оплачивает лечение покалеченного солдата. Всего мы получили на свой счет 25 тысяч суммоний и передали эти деньги для улучшения жизненных условий Бабаджона. Возможно, он займется малым предпринимательством и улучшит свою жизнь. Кыргызстанка, которую осудили за незаконный въезд в Россию, просит помощи у Садыра Джапарова. Бактагуль Урматаева не может собрать деньги на адвоката и обжаловать решение суда. Сюжет проекта «Мигрант. Медиа» рассказывает Александр Крупнов. Я бы хотела обратиться к Садыру Джапарову, чтобы он помог мне. Мигрантам я тоже хочу сказать, будьте аккуратны с документами. Из-за них вы можете попасть в такую ситуацию. Кыргызстанку Бактагуль Урматаеву в России неделю назад приговорили к тюремному сроку. Как только решение суда вступит в силу, она отправится в колонию-поселение на полгода. В 2013 году, когда я въезжала впервые, я сдавала отпечатки пальцев. Меня также сфотографировали. С 2019 года по 2023 я официально работала и не нарушала никаких законов. Всё было хорошо, пока я не прошла дактилоскопию. Как решил суд, за этот период Бактагуль дважды въезжала в страну незаконно. В 2015 году ей запретили въезжать в Россию. Изменив фамилию, она вернулась обратно. Когда уголовное дело только возбудили, следователь сказал, что мне надо собирать деньги на адвоката. Но раз у вас такая ситуация, зачем вам нанимать адвоката, сказал он. Мы можем дать вам государственного защитника. Я согласилась, и во всех процессах участвовал государственный адвокат. Если честно, я не смогла нанять юриста. У Бактагуль осталось всего несколько дней для того, чтобы подать апелляцию. Но средств на адвоката у неё нет. Юристы, по её словам, просят за это 100-150 тысяч рублей. А это огромные для мигрантки деньги. За помощь Бактагуль обращалась к кыргызстанским дипломатам в Сургуте и Екатеринбурге. Мне пришлось все документы просить отправить из Кыргызстана. Я попросила их помочь собрать их, потому что у меня не оставалось совсем времени на это. Однако они ответили, что не смогут помочь. Они сказали, что если они отправят запрос, то он будет рассматриваться 3-6 месяцев. Они сказали, что у меня осталось мало времени и что лучше мне попытаться справиться самой. Она просила характеристику с места жительства. Мы сказали, что если отправим запрос, это займёт много времени. Я обсуждал это с главой диаспоры в Тюмени Данияром. Я спросил, есть ли у них адвокат для Бактагуль. Они нашли его, и мы передали его номер Бактагуль. Однако она сказала, что адвокат молодая девушка, и она не даёт стопроцентной гарантии. Муж Бактагуль болеет и находится в Кыргызстане. В Сургуте женщина одна с двумя несовершеннолетними детьми. Она говорит, что днём и ночью молится, чтобы вместе с детьми вернуться на родину. Я бы хотела попросить президента, может быть, я выплату штраф и смогу вернуться домой. Всего из России в прошлом году выдворили 985 кыргызстанцев и ещё 465 граждан страны депортировали. В Кыргызстане отменили концерт российского певца Григория Лепса. Информацию об этом радио АЗТ подтвердили организаторы мероприятия, отметив, что причиной такого решения стало недовольство общественности. Концерт Лепса был запланирован на 2 августа в городе Чулпанатана и Сыкуле. После анонса мероприятия отдельные пользователи социальных сетей начали высказываться против выступления артиста в Кыргызстане. Как узнали журналисты Кактус Медиа, анонс концерта был предварительным. Разместили его якобы для того, чтобы узнать мнение общественности. Ожидаемая цена на билет составляла примерно 100 долларов. На официальных страницах в соцсетях самого Лепса публикации о предстоящих выступлениях в Чулпанате не было. До этого концерт артиста отменили и в Узбекистане, а ещё раньше в Казахстане. Пользователи соцсетей в этих странах также высказались против приезда музыканта. Григорий Лепс активно поддерживает войну России против Украины. Ранее он и Николай Басков заявили о награде в 1 миллион рублей за каждый уничтоженный украинский танк. Это были главные новости к этому часу. Больше новостей из Центральной Азии и вечерней программе Шамхатом Тургаевым. Смотрите наши выпуски в социальных сетях, делитесь с друзьями, ставьте лайки и комментируйте, так как смогут увидеть гораздо больше людей. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин